Сейчас мы пожарим щуку. Щуку мы купили вчера в гипермаркете Глобус. Два хвостика, таких средненьких. Сейчас порежем, польем лимончиком. Обваляем в муке и на сковородку. А вот и Алексей приехал. О! Нет, еще не вкусно. Вкусно будет минут через 20. Хорошо. Это запах рыбы из пакета выточки. Сейчас мы ее зачистим. Сейчас мы ее зачистим. И все будет. Собирайтесь и жарите. Нет, жарите, жарите. Правильно. А первое слово какое было? Говорите. Нет, только жарить. Жареная она самая синяя костная. Соня жарит рыбу. Так ты, естественно, поймал. Так ты знаешь, рыба будет. Так и да. Так и да. Во время чистки рыбы Инги Ивана у нас порезалась. Сейчас я вам покажу, как она будет преодолевать свой порез на руке. Как она будет исправлять эту ситуацию. Порезалась она таким образом, что вот видите, кровит. Итак, товарищи, рекомендуем одно из лучших средств. Это красный перец. Обращаю ваше внимание. Красным перцем, толстым слоем засыпается резаная или рваная рана. Готовцы слой красного перца. Мелко помолотого. Должен находиться на ране столько, сколько вы сможете это осуществлять. То есть, он не должен ссыпаться с раны, с того места, где порез или надрыв кожи произошел. Чтобы повествование было от первого лица, должен задать вопрос. Какие у вас ощущения сейчас, посыпав перец на резаную раку? Щиплет? Не чувствую его вообще. Не щиплет? Нет. Это шутка, Алексей. Нет. Обычно люди спрашивают, да как же, он же будет щипать. Вообще не щиплет. Больно. Нет вообще никаких ощущений. Подтверждаю. Я точно так же, когда у меня происходили порезы с красным перцем, у меня не было никаких жгучих ощущений. То есть, перец является природным дезинфектором, кровоостанавливающим средством. Кстати, то же самое кровоостанавливающее действие антивоспалительное перец осуществляет и в желудке. В результате люди, которые потребляют красный перец, внимание, никогда не страдают гастритами и язвами. И это реальность. Это реальность, которая является данностью для огромного количества населения в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Индонезии, в Индии. В Индии основой рациона всех групп населения, у них там кастом это называется, да? Так вот, основой рациона всех групп населения является красный перец. Когда подавали мороженое в индийском посольстве в Москве нашим русским гостям, то даже мороженое в индийском посольстве было сдобрено огромным количеством перца. И наши товарищи русские просили индийцев, ноу-спайси можно ли без перца? На что получили отрицательный ответ. Прошло 4 минуты. Чуечку мы порезали, сейчас польем лимончиком, точнее лимонным соком. Цезарь. Очень вкусный. Цезарь. Да. Товарищи, вот смотрите, что мы сейчас сделаем. Сейчас Инга Иоанна помоет руку от перца и от свернувшихся кровью. Мы посмотрим, что там на ране. Будет ли она течь и, соответственно, какое ее состояние. Поехали. Смываем перец. Смываем всю кровь. Видите, кровь свернулась сразу. То есть, как только был насыпан перец, кровотечение полностью остановилось. И кровь, видите, надо применить, в общем-то, усилие для того, чтобы ее смыть с руки. А прошло всего лишь каких-нибудь. Ничего страшного? Ну, немножко. Это все равно же будет. Да, водой же размягчили. Она попекает, но не хлещет. Засыпь еще раз перцем. Еще раз перцем засыпь. Это не сказки. Это не сказки. Байда. Это не выдумки. Это реальность, которая проверена на себе многократно. Но не только на себе. Но и на людях, с кем мы работаем, живем, трудимся вместе. Это не хлещет. И засыпай. Все хорошо. Поливаем лимончиком. Сейчас придется применить мою грубую физическую силу. Для того же самого, чтобы выдавить сок. Валиваем муку, сулю и на сковородочку. Вот так. И на сковородочку. Вот так. Поближе поставим. Сейчас запах пойдет. Ну, настолько аппетитный. Жаль, что камера пока еще не умеет передавать запах. Может быть, к счастью. Покромцаем салатик. Соправим салатик вот этими антарктическими гадами. Имеется ввиду морскую живность. Головы, хвосты и щучки сейчас используем. Под ушку. Сварим ушками. Ворнем немножко гречки. Оставив ее на утро. В общем, соорудив себе посильный. Весьма питательный ужин. Красота. Итак, товарищи. Демонстрирую вам состояние раны, которую вы видели всего лишь два часа назад. Посыпаемую толстым слоем красного перца. Видите? Даже, ну, один только рубчик, так сказать. Одно воспоминание, я бы так сказал, ранее осталось. Фактически, образовался рубец. А сейчас поговорим с виновницей торжества. То есть, с человеком, непосредственно себя порезавшим, который благодаря красному перцу преодолел течение крови, остановив ее, позволив ей свернуться. А также приведя к тому виду бывшей раны, которую вы видели только что на предыдущем кадре. Были ли болевые ощущения? Первый вопрос. Второй вопрос, который любят задавать журналисты. Что вы при этом чувствуете? И третий, да, и третий, посоветуете ли вы использование этого средства? То есть, красного молотого перца? Молотого причем самостоятельно, из тручка желательно, а не купленного в магазине. Для наших зрителей, которые вдруг тоже бы порезались ножом, или там проволокой колючей, или топориком вдруг незадачливо как-то произвелись. Хорошо. Проверено уже много-много раз. К сожалению, да, резалось я не один раз. Но и метод этот я уже знаю много-много лет назад. Шести, семи, может даже восемь лет. Проверено много и очень удачно. Этот раз был не исключением. Порезалась я. Тут же мы вспомнили, что мы с перец с собой, который я вожу. Всегда с собой. Вот в каком. Он удобно, и он ничего не делает. Да. Засыпала раму. Боли никакой не было. Щипаний точно никакого не было. А вот, как вы видели, кровь вернулась быстро, несмотря на плоскость. Тем много витамина С возьмет кровь, более такая... Разжиженная. Разжиженная, да. Разбодяженная. Боли не было никакой. Да, кстати, обратили внимание на сворачиваемость крови. То есть, вот сейчас, несмотря на использование витамина С и разубоживание крови, она свернулась очень быстро. У тех, кто кровь не разбодяживает, смею вас уверить, кровь сворачивается сразу же, как только перец досягает раны. И самое главное то, что, что уже проверено много раз, сразу же ранка... Образуется рубчик. Края раны сразу же, как бы, притягиваются друг к другу. И так обычно рана расширяется, и порез становится именно такой раскрытый, развернутый. Куда может попасть инфекция, ну и все прочее, наглоения и все прочее. А здесь она сразу стягивается и остается тоненькой полосочкой. Ну, вот это как вариант. Я бы сказал, что это замечательный эффект. То есть, это как раз не тот самый вариант, когда, говорят, зеленый пьет, который обжигает края. Перец никаких краей не обжигает, кровь сворачивается. Ранка затягивается. Рана затягивается. Лично у меня был случай, когда я это зафиксировал, что у меня рубец образовался через три часа после засыпания перцем. И это при всем том, что я эти три часа находился в лесу. Перец не постоянно эти три часа находился на пальце. А он, естественно, сыпался. Я обвязал пластырем это место, этот палец. Пластырь съехал, туда даже грязь попал. И через три часа там оказался рубец. Вот такие события происходят. Приколи не сами. Вы знали о компетентных людей. В колене на себе. Мы рекомендуем всем остальным. Итак, ставим,icho не снова researcher. Подписывайтесь на наш канал. Я перебил. Продолжение следует...